Всем привет, ребята! С вами Игрослав, и сегодня я вам покажу, как сделать предмет, с помощью которого можно ускорять, а также останавливать время. Сразу же поставьте лайк, подпишитесь на канал GoodApple, и приятного просмотра! Итак, сейчас я покажу, в чём суть этого механизма. У нас есть такой предмет, и сейчас время в Майнкрафте самое обычное. Мы можем кидать снежки, всё нормально. Теперь берём в руки часы, смотрим вниз, и прыжок делаем. И теперь у нас время остановлено. Все мобы стоят на одном месте. Также время, то есть день не двигается, и если мы кидаем, допустим, снежок, он тоже стоит на месте. Также мы не можем гореть в огне. Но, если мы возьмём обратно часы и просто подпрыгнем, то время вернётся на самое обычное, и также мы сможем гореть в огне. Также в этих часах есть ещё одна функция. Если мы их возьмём в руку и посмотрим наверх, и тоже прыгнем, то время вместо остановки оно ускорится. И тогда мы сможем бегать в два раза быстрее. Также деревья и всякие растения тоже будут расти в два раза быстрее. Ну и теперь, если мы снова подпрыгнем, то время снова возвратится на самое обычное. Ну а теперь давайте сделаем этот механизм. Для начала в чат нужно прописать вот эти две команды, а также для того, чтобы получить командный блок, нужно прописать вот такую вот команду. Ну а теперь давайте начнём делать сам механизм. Выбираем достаточно большую площадь и ставим первый командный блок. Также вот здесь вот мы ставим ещё один командный блок, и в нём записываем такую команду. SetBlock, ставим три тильды, после второй один, и дальше пишем air. И ставим задержку в тактах 9. Теперь заходим вот в этот командный блок, и в нём записываем такую команду. В квадратных скобках пишем hasItem, равно, открываем фигурные скобки, пишем item равно clock, запятая location, равно slot.weapon.mainhand. Закрываем фигурные и квадратные скобки, и пишем if, блок, ставим три тильды, после второй минус 0,1, air, дальше пишем run, title, дальше вместо собачки p пишем собачка an, action bar, и дальше пишем время возвращено или что-то типа такого. Можно изменить цвет, кстати. То есть эта ринни из командных блоков будет отвечать за то, чтобы время возвращалось. И теперь пишем задержку в тактах 2. Теперь ставим следующий командный блок вот таким вот образом, и в нём пишем такую команду. SetBlock, и пока что ничего дальше не пишем. Ставим на режим цепи, работает всегда, и задержку в тактах 6. После этого отходим, ставим следующий командный блок, и в нём то же самое записываем. SetBlock, больше пока что ничего не пишем, тоже цепь, тоже работает всегда, без задержки. Ставим следующий командный блок, в нём записываем. GameRule, do, fire, tick, и дальше пишем true. И ставим командный блок на режим цепи, и работает всегда. Отходим, ставим следующий командный блок, и в нём записываем. GameRule, tnt, explodes, тоже true. И цепь, и работает всегда. Следующий командный блок, и команда будет такая. GameRule, random, tick, speed, 1. И опять же, командный блок на режим цепи, и работает всегда. Следующий командный блок, и таких будет, ой, как много. GameRule, fall, damage, true. Ставим командный блок на режим цепи, и работает всегда. Ещё один командный блок, и записываем команду. GameRule, drawing, damage, true. Опять же, цепь работает всегда. Не переживайте, ещё немного. Записываем в следующем командном блоке ещё одну команду. GameRule, fire, damage, true. И ставим на цепь, и работает всегда. Ещё один командный блок. В нём записываем. GameRule, do, day, light, cycle, true. И режим цепи, и работает всегда. Ставим ещё один командный блок, и в нём записываем. GameRule, do, mob, spawning, true. Режим цепи, и работает всегда. Ставим следующий командный блок, и в нём записываем. GameRule, do, weather, cycle, true. Режим цепи, и командный блок работает всегда. И, наконец-то, мы закончили строить эту линию. Будет ещё две, но последняя будет не такой длинной. Отходим немножко от первой линии, ставим сюда командный блок, и в нём записываем. SetBlock, ставим три тирды, после второй один. Air. И, задержка в тактах, девять. Теперь ставим вот сюда командный блок, и в нём записываем такую команду. Execute, add, собачка, p, в квадратной скобках, hasItem, равно, открываем фигурные скобки, пишем, item, равно, clock, запятая, location, равно, slot.weapon.mainhand, закрываем фигурные квадратные скобки, и пишем, if, блок, ставим три тирды, после второй, минус 0,1, air, дальше, run, title, собачка, а, actionbar, и дальше пишем, что-то типа, время остановлено. И ставим задержку в тактах, два. Ставим дальше следующий командный блок, и в нём записываем. SetBlock, и больше пока что ничего. И ставим задержку в тактах, шесть. Ну и работает всегда, и режим цепи. Дальше записываем в командных блоках все те же команды, которые записывали и в прошлой линии, только тут теперь вместо true нужно писать везде false. И командные блоки на режим цепи, и работают всегда. Дальше ставим ещё один командный блок, и записываем game rule, random tick speed, и теперь не true, не false, а norik пишем. Ну и также цепь, и работает всегда. А дальше все те же команды пишем только с false. Fall damage false, game rule, drawing damage false, game rule, fire damage false, game rule, do mob spawning false. И последний это game rule, do weather cycle false. Ну и все эти командные блоки на режиме цепи, и работают всегда. Теперь встроим третью линию, она уже намного меньше, чем все те остальные. Ставим сюда командный блок, и записываем такую команду. SetBlock, ставим три тильды, после второй один, air. И ставим задержку в тактах, 9. Далее ставим сюда ещё один командный блок, и в нём записываем. Execute add собачка п, в квадратных скобках hasItem, равно, открываем фигурные скобки, item равно clock, запятая, location равно slot.weapon.mainhand. Закрываем фигурную квадратные скобки и пишем if, блок, ставим три тильды, после второй, минус 0,1, air. Дальше пишем run, title, собачка А, action bar. И дальше пишем что-то типа время ускорено. Ставим задержку в тактах, 2. Дальше ставим следующий командный блок, и в нём записываем такую команду. SetBlock, и пока что больше ничего не пишем дальше. Ставим на режим цепи, работает всегда, и задержку в тактах, 6. И последний командный блок в этой цепочке. GameRule, RandomTickSpeed, 2. Это нужно для того, чтобы деревья быстрее рассвели. Цепь работает всегда, без задержки. Ну и в принципе самое главное сделано. Теперь давайте отойдём от этих механизмов и поставим сюда командный блок, в который записываем такую команду. Execute, это собачка Е, в квадратных скобках. Type равно знак восклицания Player. Закрываем квадратные скобки. Пишем run, TP, собачка Е, в квадратных скобках. Пишем type равно знак восклицания Player, запятая, радиус равно 0,1. Закрываем квадратные скобки. Пишем три тильды, и ставим командный блок на режим цикла. Рядом с этим командным блоком ставим ещё один, в который записываем такую команду. Effect, собачка Е, в квадратных скобках. Type равно знак восклицания Player. Закрываем квадратные скобки и пишем weakness, 1, 255, true. Ставим этот командный блок на режим цикла. Теперь между этими двумя командными блоками запоминаем вот здесь координаты, которые копируем, либо же запоминаем, и вставляем их вот сюда. И пишем redstone block. А также эти же координаты вставляем вот сюда и пишем air. Теперь отходим от этих командных блоков, ставим сюда ещё один, в который записываем такую команду. Effect, собачка Е, speed, 1, 3, true. И ставим этот командный блок на режим цикла. И запоминаем вот эту координату возле этого командного блока. И её мы вставляем вот в этот командный блок. И тоже пишем redstone block. А также заходим ещё вот в этот командный блок, там где мы тоже писали set block. И вставляем эти же координаты и пишем air. И теперь осталось сделать только механизмы, которые будут включать всё то, что мы только что сделали. Поэтому находим какое-то свободное место, вот допустим вот здесь. Берём командный блок и ставим его, допустим, вот сюда. И в нём записываем очень-очень длинную команду. Приготовьтесь. Execute add собачка P в квадратной скобке hasItem равно... Открываем фигурную скобку item равно clock, запятая location равно slot.weapon.mainhand. Закрываем фигурную скобку, запятая rx равно минус 89, запятая rxm равно минус 90. Закрываем квадратную скобку. Пишем if block, ставим 3 тильды, после второй минус 1, дальше пишем air, unless block, ставим 3 тильды, после второй минус 2, пишем air, if block, дальше выходим из этого командного блока и запоминаем вот эти вот координаты. И их вставляем вот сюда. После них пишем air, дальше if block, выходим из командного блока, теперь запоминаем между этими командными блоками координату, вставляем ее, пишем air, run, set block, дальше выходим, запоминаем вот эту координату, вставляем, после этого пишем redstone block и ставим этот командный блок на режим цикла и работает всегда. Это один из командных блоков, который переключает. Нужно еще 3. Поэтому ставим рядом второй командный блок и пишем такую команду. execute add собачка p в квадратной скобке hasItem равно, открываем фигурную скобку, item равно clock, запятая, location равно slot.weapon.mainhand, закрываем фигурную скобку, запятая, rx равно 90, запятая, rxm равно 89, закрываем квадратную скобку и пишем if block, ставим три тильды, после второй минус один, air, дальше пишем unless, блок, ставим три тильды, после второй минус два, пишем air, дальше пишем if, блок, выходим из командного блока, запоминаем вот эту координату, которая у нас уже была, записываем ее, потом air, опять же if, блок, теперь вот эта координата, вставляем ее, air и run setBlock, дальше выходим, запоминаем вот эту координату, там где время остановлено, и redstoneBlock. Ставим этот командный блок на режим цикла и работает всегда. Итак, осталось еще два командных блока, ставим третий и записываем. execute add собачка p в квадратной скобке hasItem равно, но в фигурных скобках пишем item равно clock, запятая location равно slot.weapon.mainhand, закрываем фигурную и квадратную скобки, и пишем if, блок, ставим три тильды, после второй минус один, air, unless, блок, ставим три тильды, после второй минус два, пишем air, if, блок, выходим, запоминаем координату вот этого блока, ну, мы ее уже писали несколько раз, вставляем, пишем redstoneBlock, после этого пишем run, setBlock, выходим и запоминаем координату вот этого, там где у нас было время восстановлено, и после этих координат пишем redstoneBlock. Ставим этот командный блок на режим цикла и работает всегда. Осталось поставить последний командный блок и в нем записываем такую команду. Execute add собачка p в квадратной скобке hasItem равно, открываем фигурные скобки, item равно clock, запятая location равно slot.weapon.mainhand, закрываем фигурную и квадратную скобки, и пишем if, блок, ставим три тильды, после второй минус один, air, unless, блок, ставим три тильды, после второй минус два, air, дальше пишем if, блок, выходим с командного блока и запоминаем координаты вот этого, но мы ее уже тоже несколько раз запоминали. Вставляем, пишем redstoneBlock, run, setBlock, и дальше запоминаем координаты, опять же, там где время восстановлено. Вставляем их и пишем redstoneBlock. Ставим командный блок на режим цикла и работает всегда. Ну и я могу вас поздравить, механизм полностью готовый. Мы можем остановить время, все будет остановлено, логично. Можем снова подпрыгнуть, время будет возвращено, все будет в порядке, все хорошо. Мы можем подпрыгнуть наверх, и время ускорится, и снова возвратить его в нормальное время. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал GoodApple, и всем пока!